Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка по городу и району за 94-й год. Надо сказать, что в прошлом году нами было зарегистрировано всего 402 преступления. Это на уровне 93-го года. Отметили тоже снижение преступности по линии уголовного розыска на 2,3%. Но в то же время, надо сказать, здесь несколько выросли некоторые виды отдельных преступлений. Но касается анализа преступлений, по видам преступлений. Мы сегодня встречаем на нашей земле представители министров Республики Бархатустан Анатолия Яковлевича Копсова. Его встречает глава местной администрации. Преступлений больше, чем в 93-м году. Отмечали совершение преступлений, снижение совершенных преступлений в общественных местах, с 29-ти до 25-ти. В том числе, значит, на улицах было совершено 15 преступлений. В состоянии опьянения было совершено 116 преступлений. Также в общем числе зарегистрированных преступлений зарегистрировано в истекшем году 9 умышленных убийств. Это на уровне 93-го года изнасилование, 4 факта, в том числе с покушением на изнасилование. Кража чужого имущества, 232 фактов нами зарегистрировано. Это на 38 фактов, или на 19,6 процента, больше, чем в 93-м году. В том числе из 232 кража, значит, 27 совершено из магазинов, баз, складов, 33 из квартир, 23 кражи транспортных средств. Зарегистрировано 4 развойных нападения, тяжкое преступление, 5 грабежей, 2 мошенничества, 3 поджога, 25 хулиганств. Ну и также зарегистрировано 8 автоаварий со смертельным исходом, 9 угонов транспортных средств. И одно вымогательство, которых мы раньше, значит, почти не регистрировали, это так называемый ракет. Также было зарегистрировано, в истекшем году выявлено изготовление из поддельных денег, 3 факта. До этого мы, такие преступления, нами не регистрировались. Новый вид преступления для нас. Было совершено одно преступление с применением огнестрельного оружия. И также распространяющийся вид преступлений, это преступления, связанные с наркотическими средствами. Вот, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с раскрытием совершенных преступлений и розыском преступников? Вопросы раскрытия преступлений всегда стояли на первом месте в деятельности органов внутренних дел. Это основной показатель, конечно, нашей работы, из 402 преступлений, зарегистрированных в истекшем году, нами раскрыто всего 302 преступления, или 77,2%. А в 93-м году процент раскрываемости у нас составлял 70,7%. То есть в истекшем году раскрываемости преступлений у нас было повышено на 7%. По линии уголовного розыска также процент раскрываемости преступлений составил 74,5% против 67,3%. К сожалению, в 2020 году у нас остались нераскрытыми 97 преступлений. Из числа нераскрытых преступлений остались нераскрытыми 20 тяжких преступлений, 1 умышленного убийства, 4 умышленных тяжких телесных повреждений, 73 кражи, в том числе из баз, складов, магазинов 14, 15 квартирных краж, 9 краж транспортных средств, остались нераскрытыми, и, к сожалению, также одно разбойное нападение. Один грабеж, поджог остался нераскрытым, и 6 фактов угонов транспортных средств. Вопросы розыска преступников и без вести пропавших тоже одна из направлений нашей деятельности. В истекшем году в розыске у нас, значит, находились 19 преступников, из которых 16 нами были разысканы, и трое остались неразысканными. Это из числа трех неразысканных преступников, которые совершили тяжкие преступления. Это жители города Янаула, значит, Галевулин Радик, Сюткин Виктор, житель республики Мегушетия, Катсиев. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы будем благодарны, если кому-либо известно о местонахождении этих лиц, сообщить нам. За указанный период у нас также, значит, мы разыскивали пять без вести пропавших, из которых двое нами разыскано, трое остаются пока еще в розыске. Подростковая преступность, тема, пожалуй, отдельного разговора, и все же не упомянуто о ней, не было бы непростительно. Подростковая преступность всегда была и остается острой проблемой. И надо признать, что существенных сдвигов в сторону улучшения и сегодня не наблюдается. При незначительном снижении количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, несовершеннолетними, минус на минус 3 процента. Их абсолютное число пока еще остается высоким. Каждое десятое преступление по линии уголовного розыска совершено несовершеннолетними, это 9,2 процента. А всего за 1994 год зарегистрировано 32, значит, преступлений, совершенных подростками несовершеннолетними. Несовершеннолетними из числа этих преступлений совершено, значит, 27 краж чужого имущества, 2 грабежа, 3 нанесения тяжких телесных повреждений, 23 преступления ими совершено в группах и в 15 преступлениях с участием взрослых. Из числа зарегистрированных преступлений 24 преступления совершено, значит, несовершеннолетними в городе и 8 преступлений совершено в сельской местности. В совершении преступлений всего участвовали 34 подростка. Ну, необходимо, видимо, сказать, что основными причинами совершения преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних остаются прежде всего это недостатки в воспитании со стороны родителей, учителей по месту учебы и других органов, ну, причастных к воспитанию подростков несовершеннолетних. Борьба с пьянством и алкоголизмом всегда была больным местом нашего общества. Вот как сейчас обстоит борьба с пьянством и алкоголизмом? Вопросы пьянства и алкоголизма остаются также острейшей проблемой. Надо сказать, что в связи с ликвидацией лечебно-трудовых профилакторий, которые существовали у нас, значит, в республике, наркологического отделения при центральной районной больнице по лечению алкоголиков, вопросы лечения на сегодняшний день остаются открытыми. Распространению пьянства способствует и то, что трудовые коллективы также повсеместно отошли от вопросов профилактики этих явлений. В этих условиях происходит повсеместное распространение, конечно, этого зла. Так, в истекшем году в медицинский вытразитель доставлено всего 2289 человек против 1404 в 93-м году. Ну, это почти на 900 человек, значит, больше было доставлено в медицинский вытразитель. Отдел внутренних дел принимает все меры к тому, чтобы более полно и своевременно изъять пьяных, значит, сообщественных мест. Ну, хочу уточнить, что изъятие пьяных сообщественных мест это, конечно, не самоцель наша, а необходимость прежде всего в своевременном предупреждении преступлений. Ведь в большинстве случаев пьяные являются субъектами или объектами всевозможных преступлений и других правонарушений. Николай Мударисович, не будет нонсенсом. Если мы скажем, что число транспортного парка ежегодно увеличивается, как государственного, так и личного, вот скажите, пожалуйста, каково состояние дорог за истекший год, состояние преступности на дорогах? Несмотря на ужестощение административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, существенных положительных изменений в обеспечении безопасности дорожного движения пока еще не наблюдается. В 1994 году было зарегистрировано всего 63 дорожно-транспортных происшествий против 58 в 1993 году. При 63 дорожных происшествиях погибло 15 и было ранено 69 человек. Работники МИГАИ и других служб выявлено всего 6236 нарушений правил дорожного движения, в том числе 596 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. надо признать и то, что пока еще слабо обеспечивается профилактика автоаварий в сельской местности. Из 8 совершенных дорожно-транспортных происшествий 6 из них приходится на сельскую местность. Дорожно-транспортные происшествия совершены. На государственном транспорте 15 фактов на тракторах 5 фактов на индивидуальном транспорте 12 и по вине пешеходов было совершено 11 дорожно-транспортных происшествий. Основными условиями совершения ДТП на дорогах остаются прежде всего недисциплинированность участников движения, плохие дорожные условия, недостаточный контроль со стороны инженерно-технических работников транспортных предприятий и контроль за водителями. А также надо признать недостаточный контроль за участниками движения со стороны работников наших работников госавтоинспекции и сотрудников других служб отдела. Городской отдел внутренних дел обслуживает город и район в целом. Каково соотношение состояния преступности по городу и селу? Соотношение преступности по городу и селу то есть району выглядит конечно весьма пестеро. Так если в предыдущие годы основной вал совершенных преступлений приходилось значит на город то в 1994 году мы наблюдаем обратные. По основным видам преступлений их совершение в сельской местности имеет тенденцию значит к росту. так совершение тяжких преступлений по сельской местности выросло в истекшем году на 220 процентов совершение преступлений в общественных местах выросло на 75 процентов состояние опьянения на 24 процента из 9 убийств 6 из них значит были совершены сельской местности наблюдается также рост совершения преступлений в сельской местности и по другим видам преступлений но причины этого явления конечно многим известны это и отход сельского актива от вопросов профилактики предупреждения правонарушений насилия социально-экономические сдержки и недостатки наверное работы правоохранительных органов то есть наша работа и еще один вопрос Николай Мударисович все-таки ваш прогноз на 1995 год ну касаясь прогнозов надо видимо сказать что при сохранении политической социально-экономической стабилизации осложнение криминальной обстановки думаю что не произойдет отдел внутренних дел на сегодняшний день боеспособен и есть все возможности влиять на ситуацию и тем самым способствовать значит постоянному постепенному снижению преступности в городе и районе будет обеспечена конечно личная и имущественная безопасность граждан должный общественный порядок несмотря ни на какие политические социально-экономические процессы органов внутренних дел призвано прежде всего охранять требуемый порядок защиту личности общества и прав граждан и нами будут приняты все меры к тому чтобы обеспечить безопасность людям их имущество целым должный правопорядок хотелось бы также сказать что этот правопорядок станет более стабильным при условии активной помощи со стороны общественности и самих граждан мы будем благодарны любой информации предоставленной гражданами по фактам и обстоятельствам совершенных преступлений целях своевременного раскрытия этих совершенных преступлений особенно по неочевидным преступлениям и наказанию виновных ну что ж мне остается только поблагодарить нашего собеседника подполковника милиции начальника штаба городского отдела внутренних дел Каменева Николая Мударисовича и пожелать всем сотрудникам отдела в 1995 году успеха спасибо конец января и хотя прошло крещение студеная пелена нынешних морозов не дает ослабления что ж всему свое время как говорят аксакалы зиме морозы теле да снег а лету своевременные дожди жару да солнышко побольше таков закон природы кормилицы нашей земли матушки наверное в сердце крестьянина нет покоя ни в одно время года и зимой когда уже ощущается грядущее тепло весны той поры когда вместе с семенами ложится в землю извечная надежда хлебороба на добрый урожай ненадолго казалось бы замерла тишина на полях колхозов и завхозов с приходом зимы вроде бы замирает жизнь и в самих селах но это на первый взгляд незаметность первого взгляда труд крестьянина не прекращается ни летом ни зимой кипит жизнь машинно-тракторских мастерских хозяйств на фермах комплексах и на складах сегодняшний наш репортаж из села Петровка большого колхоза родина ничем не примечательное это село живет ежедневным привычным трудом хозяйство как уже сказали небольшое отделившееся в свое время от колхоза имени Калинина село как говорят было тогда неперспективным да после отделения от Калинина вроде бы разрослось председатель колхоза Гараев Раис Шагерханович рассказал нам что в хозяйстве около 50% населения составляют приезжие которых в основном устраивали через милицию туговато было в свое время и с трудовой дисциплиной и как следствие этого не выполнение планов и отставания хозяйства однако в последнее время сказал Раис Шагерханович основной костя коллективного хозяйства начинает сколачиваться хозяйство выполнило планы по продаже мяса и молока государству также своевременно было рапортовано и о выполнении госзаказа по сдаче хлеба план по сдаче молока выполнен на 124 а мясо на 109 процентов Раис Шагерханович расскажите пожалуйста нам как на сегодня обстоят дела животноводстве колхоза на сегодня сколько вы надаиваете молока от коровы сегодня надой составляет 4,5 килограмма конечно надой намного ниже чем в прошлом году причина это основном у нас отел запоздал почти на месяц сейчас вот отел начался надой подымается буквально за 20 дней надой на полтора литра повысился зимовка идет организовано кормами обеспечены кадрами у нас проблем нету сегодняшний день есть подменные доярки скотники но в основном можно сказать животноводстве сегодня таких проблем нету может надеяться что где-то через месяц надой повысится у вас да мы надеемся конечно у нас недавно буквально был разговор животноводами они тоже об этом говорят буквально вот январ в конце января феврале марте месяц у нас надой мы должны выйти вот прошлогодний уровень а вы смогли выполнить планы по мясу и молоку за 94 год планы по продаже мяса молока мы выполнили молока даже перевыполнили на 440 сантиметров больше чем в 95 третьем году мясо на уровне почти 93 года ну на основном тяжело будет 95 год я думаю ну есть у нас возможность надежды дело это поправить получить среднесуточные привесы не менее 1000 граммов с этим выполнить годовые планы 95 года конечно на сегодняшний день в хозяйстве надои невысокие нельзя похвастаться и привесами к примеру привес на откорме составляет 600 грамм на откорме крес среднесдаточный вес 342 килограмма а среднесуточный привес в общем по колхозу 436 грамм однако в хозяйстве есть надежда на то что привесы станут выше теперь там работает Александр Хмелев который очень ответственно относится к своей работе и вообще сказал Раиша Кирханович кадры не должны подвести по сравнению с 94 году идут с плюсом надой молока а вот мясо составляет от прошлогоднего 82 процента конечно и привесы низкие маловатые числа поголовья в колхозе знают что в 95 году с выполнением плана по сдаче мяса будет тяжело и все же трудовой настрой в родине и есть машинно-тракторно-мастерской идет ремонт техники к весенним полевым работам на складе колхоза сортировка семенного фонда жизнь Петровки продолжается и хотя сегодня хозяйство числится в середняках может быть выбьется когда-нибудь и в передовые в районе набирает силу избирательная кампания идет подготовка к выборам представительных органов государственных собраний республики Пашистан и в городской совет 24 января в очередной раз в городском совете состоялось заседание городской избирательной комиссии по выборам депутатов городского совета председатель комиссии ЗИКАФ Арсланович Хузин секретарь Ирина Хатиповна Нурисламова члены комиссии Килин Иван Семенович Белов Евгений Васильевич Гатии Владимир Шакрисламович Новокрещенова Ольга Эдмундовна Петровцева Ирина Николаевна Тимиргазина Физина Ракиповна в тот же день также состоялось заседание окружной избирательной комиссии по обуйскому избирательному округу номер 30 председатель комиссии Ахтямов Салават Халеевич члены комиссии Акинфеева Елена Васильевна Абсабиров Владимир Сабирьянович Садулина Резида Самеевна Габбасова Лесянфат Галгаяновна Галямова Резяб Садьяровна Закиров Мансур Тагирович Зуфаров Урал Забирович Мерзлякова Ирина Леонидовна представители трех районов Янаульского Таташлинского и Бураевского В этот день членами окружно-избирательной комиссии по Буйскому округу номер 30 был зарегистрирован Валиюлин Митхат Мансурович зав. сектора по вопросам законности и правопорядка секретариата Верховного Совета Республики Башкортостан по образованию юрист Ранее по этому же округу был зарегистрирован Гарданов Ревкат Талгатович министр народного образования Республики Башкортостан Как вы знаете Буйский избирательный округ одномандатный 5 марта после выборов достойный кандидат депутата займет место в палате представителей Государственного собрания Республики Башкортостан Сегодня слово предоставляем председателю городской избирательной комиссии по выборам депутатов городского совета Хузину Зикафу Арслановичу Скажите пожалуйста как идет подготовка к выборам Я являюсь председателем Геннольской городской комиссии по выборам депутатов городского совета которому также даны права окружной комиссии по выборам в палату представителей Госсобрания Республики Башкортостан 4 января у нас началась регистрация кандидатов депутаты Госсобрания и городской совет в настоящее время в палату представителей Госсобрания Республики Башкортостан зарегистрировано два кандидата это Пензин Юрий Гаврилович начальник НГДУ Краснохолмс нефть и глава администрации Яноводского района товарищ Язов Назир Загитович по Янаульскому городскому совету образован 43 округа в которые мы должны избирать 43 депутата в настоящее время зарегистрировано 27 кандидатов в основном во всех они пока еще без альтернативы по остальным округам еще предстоит нам выдвигать кандидатов депутаты зеркал в зеркал вот сегодня вот буквально час назад прошла регистрация кандидатов депутатов городской совет скажите пожалуйста кого сегодня вы зарегистрировали ну сначала регистрации мы провели уже 4 заседания вот сегодня сейчас дня мы провели следующее заседание в котором было зарегистрировано 7 кандидатов депутатов среди них такие товарищи как Ахунов Марс Мунулиевич из 12 округа Гельмулин Анфис Ахнафович из 19 округа Халиков Авзибариков из 43 округа Пензин Юрий Гаврилович из 42 округа и другие значит регистрация кандидатов будет проходить последний срок 4 февраля 12 часов ночи Скажите пожалуйста вот сегодня что можно сказать по тем поступившим документам как они составлены правильно ли все составлены подписи у всех ли есть ну компетентная комиссия разбирается во всех документах поступающих в нашу комиссию ну некоторые материалы нам приходится вернуть как вот случилось сегодня три материала мы не смогли пропустить поскольку не все документы хватает у некоторых нет заявлений у некоторых значит списки составлены неправильно по ним мы сделали замещание и на следующем заседании мы их заново будем рассматривать зима а вот те зарегистрированные кандидаты янодзийский городской совет наверное уже могут начать свою предвыборную кампанию так действительно после регистрации кандидаты депутаты имеют право уже начинать кампанию по выборам и вести работу среди населения в своих округах скажите пожалуйста кто чаще выдвигает кандидатов депутаты избирательные трудовые коллективы или же по месту жительства избирательные округа право выдвижения кандидатами депутаты имеют не только трудовые коллективы но и любые инициативные группы но на собраниях по выдвижению депутатов на районный совет должно участвовать не менее 50 человек и не менее 50 человек должно за этого кандидата депутаты до 4 февраля у нас время есть мы надеемся наша комиссия надеется в то что многие коллективы активно будут включаться в выборную кампанию и по всем округам мы зарегистрируем кандидатов депутаты и по многим возможно альтернативы альтернативы и 5 марта достойные люди займут места депутатов в городской совет альтернативы музыкальное поздравление на днях празднуют 40-летие совместной жизни гелемшины зиафат шакирович и интерна гореевна живущие в деревне байгузина их от души поздравляют дочь гузелья зять и внуки интерна гореевна и зиафат шакирович вырастили воспитали пятерых детей в этот же день 29 января интерне гореевне исполнится 61 год так что в этой семье двойной праздник мы от всей души поздравляем юбиляров дай вам бог справить еще и золотую свадьбу до сих пор те до сих пор до сих пор сих пор дай вам двойной пять до сих пор до сих пор дай вам Продолжение следует...